Судебное разбирательство по одному из самых громких дел длилось 4 месяца. Первое заседание с участием экс-главы таможенного комитета прошло в середине сентября. Тогда Серег Баймаганбетов выразился против присутствия СМИ на процессе. Сегодня же на приговоре основную часть аудитории составили представители СМИ. Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным только по одной статье – получение взятки. 80 тысяч долларов потребовалось экс-главе таможни за назначение заместителя начальника департамента таможенного контроля ВКО. При этом предъявленное ранее обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» не удалось доказать. Признать Баймаганбета Сергея Натальевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 311-й, часть 5 Уголовного кодекса СМИ и назначить ему наказание по данной статье 10 лет лишения свободы в качестве имущества с отбыванием наказания строительной колонии строго режима. В доход государства уйдет 9 миллионов тенге. В качестве дополнительного наказания суд постановил лишить бывшего главу таможни право занимать государственные должности сроком на 7 лет. Сам Баймаганбетов продолжает настаивать на своей невиновности. Сразу после оглашения приговора экс-чиновник заявил журналистам, что считает часть обвинений смешными. Меня обвиняют, якобы я взял взятку не за назначение Джанабаева, а якобы за назначение его заместителя. Вы представляете, начальник платит якобы 80 тысяч долларов за назначение своего заместителя. Защита экс-главы таможни заявила о том, что приговор будет обжалован сразу после его детального изучения. По словам адвоката, служителям Фемиды были предоставлены документы, опровергающие обвинения, в том числе и показания свидетелей. Мироэрчики, Новобаужан Кожаканов, телеканал Алматы, Астана.